Ребят, я просто в шоке. Такого даже я не ожидал. И так шел с заниженными ожиданиями. Но фильм вышел настолько никакой, что ты думаешь, да как так-то, а? Как так можно? Что за Санта-Барбара? Всем привет, меня зовут Илья Бунин. И сегодня я разложу и раскатаю худший фильм вселенной Гарри Поттера. При всей моей любви к Патриане это просто плевок в лицо. Даже не в лицо, в душу. Ну да ладно, сейчас все аргументирую. Не знаю как вы, а я с друзьями раз в год стабильно пересматриваю какую-нибудь часть Гарри Поттера. Обычно ближе к новогодним праздникам. Пойдемте сейчас вам кое-что волшебное покажу. Классно, да? А знаете что это? Это кинокубик Иви. Удобный переносной кинотеатр для всей семьи. Работает как проектор. Можно смотреть кино в любом удобном месте, хоть на потолке. В кубик включено полгода подписки на Иви, так что не надо тратить время на поиск и скачивание фильма. Вот так бац, и включаешь Поттера онлайн на всю стену. Без флешек и турентов. А с промокодом Кинокритика до конца ноября можно купить кинокубик Иви со скидкой в 2500 рублей. Кстати, отличный подарок на новый год. Ссылка в описании. Преступление Грин де Вальда это долгожданное продолжение фантастических тварей 2016 года. Поставил фэнтези талантливый мужик, который режиссировал половину фильмов о Гарри Поттере и первую часть тварей Дэвид Йейтс. Много скепсиса было перед первыми тварями, но в целом, как по мне, фильм удался. Да, он не был таким же интересным и ламповым, как Поттер, но он и не Поттер. События развивались в той же самой магической вселенной, но оказались достаточно оторванными от саги. Был крутой антураж, великолепные костюмы, за что фильм схватил Оскар, забавный толстячок, прикольные зверушки, интересный необычный герой Ньют Саламандер и прослеживалась завершенная идея, за счет чего он казался самодостаточным фильмом. И что дальше? Дальше Ворнеры заявляют, что вместо еще двух фильмов будет еще четыре, которые выйдут в 2018 году, в 2020, в 2022 и в 2024 году. И вот тут я напрягся. Дело в том, что Роулинг написала фантастические твари и места, где они обитают, в 2001 году. И эта маленькая книжонка была написана как бы в дополнении к саге. И идея о том, что нужно быть более чуткими, толерантными, снисходительными по отношению друг к другу и зверюшкам, как бы была донесена в первом фильме. Все понимали, что какое-то продолжение отношений в случае кассового успеха история получит. Что Ньют хоть и подрос, но смелости на отношения так ему и не хватило. Что толстячок, скорее всего, будет с Куини. Что Грин-де-Вальда можно раскрыть, его замыслы. Но чтобы это настолько фильмов можно было тянуть, ну не... Возникает вопрос, а что дальше? Дальше, как это неудивительно, франшиза пошла по тропе новых звездных войн. Сюжет, понятное дело, продолжает события предыдущей части. Могущественный темный волшебник Грин-де-Вальд устраивает побег из тюряги и собирается установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который вынужден помочь. Фильм открывает сцена побега Грин-де-Вальда. И, пожалуй, эта сумбурная сцена лучшая сцена всего фильма. Дальше как бы должен быть сюжет, но вместо него где-то целый час Роулинг пытается нам навязать нудные разговоры о том, какой опасный Грин-де-Вальд, о каком-то там родстве каких-то там нафиг не упавших героев. И параллельно пытаясь теперь уже в открытую связать этот фильм хоть как-то с Гарри Поттером. Да, кстати, Джоан и в этот раз тоже сама написала сценарий. «Верите, первый час я с трудом осилил. Иногда даже не понимал, кто куда едет и зачем». Если говорить о сюжете в целом, то это бедная копирка основной саги, что называется «Дай списать, только не точь-в-точь». Грин-де-Вальд, как и Волан-де-Морт, точно так же собирает приспешников, чтобы править. Как и в Кубке Огня, куча важных героев собирается у склепа и так далее, далее, далее. И ты смотришь на всё это и в какой-то момент понимаешь, что самой Роулинг уже больше нечего сказать. Проект под её крылом превратился в конвейер в духе новых «Звёздных войн». Точно такой же плавный перезапуск, паразитирующий на старых фильмах оригинальной музыке, цепляющей до мурашек, ради денег, в котором не осталось никакой идейной составляющей. Если в первых тварях Джоан достаточно интересно подавала идеи, то здесь даже не пыталась. О том, что нужно быть более толерантными Геем, она кричит прям нам в ухо. Дамблдоргей уже открытым текстом говорит «Мы были больше, чем братья». Потом нам показывают, как они ручками жмакаются со своим дружком, клянутся на крови. И ладно бы, я не гомофоб, может и не обратил бы внимания на это, если бы не одно «но». В фильме больше нет ничего, кроме этого, вторичности и долгой нудной ветки с героем Кридонса, который, как и в прошлом фильме, всё время ходит с аутистичным видом, пытается понять, кто он, чей он сын на самом деле, кто его родители, и так до самого конца, без каких-либо интересностей. Поэтому, хочешь не хочешь, а в глаза в первую очередь бросается гейская история. По мне, так она не должна столь откровенно выпячиваться. Ладно, это субъективно, конечно. Пожалуй, главная проблема фильма – это даже не отсутствие новых идей, а сценарий. Уж не знаю, обусловлено это спадом энтузиазма у Джоан из-за внезапного растяжения её истории с трёх фильмов до пяти, но факт налицо. Интересно сценарно преподнести уже не раз пережёванные идеи она не смогла. Что выгодно отличало старую серию фильмов и даже первую часть про Нюта Саламандра, так это то, что были интересные герои и их взаимоотношения, которые плавно, в шутливо приключенческой форме приводили нас к сюжетным поворотам. В Патериане с этим справлялся миловидный дружеский треугольник Рон Гермиона Гарри. В первых тварях тащил забавы толстячок Магл в исполнении Дэна Фоглера, Куинни и сам Ньют за счёт своей необычности и робкости. Эта же часть как будто переписывалась и растягивалась в попыхах, дабы вклинить в историю ещё несколько фильмов. Поэтому вместо продолжения истории Ковальски и Куинни, Ньюта и Тины, Гриндевальда наконец, авторы внезапно добавляют нафиг неупавших новых героев и даже не удосуживаются их раскрыть. Серьёзно, почему мне должно быть интересно смотреть на картон вроде Нагайны, на очередное депрессивное нытьё Криденса и ещё какого-то негра? Из-за них фокус ключевых персонажей сместился и постоянно мечется между толпой. Как итог, в ленте теперь есть куча нафиг ненужных персонажей, но нет главных героев вообще. Увлекательную экспозицию новых персонажей тут подменяет трёп о том, кто чей брат, сестра, бабка и папка. Даже юмор испарился. Ковальски успел кинуть только пару шуток, наверное ради этого его и втянули в эту часть. Ньюта же как без векторного козла отпущения использовали, чтобы он протащил все эти сплетни до глупого финала. Концовка же ленты меня и все мои чувства уничтожила. Персонажи в лучших традициях Санта-Барбары собрались в тесном помещении, встали в кружок и стали обсуждать свои родственные связи. Санта-Барбара, для тех, кто вдруг не понимает, это такой сериал, который шёл в моём детстве. Он состоял из сплетен, выяснений родства и 2137 серий в придачу. Серьёзно, ребят, я не знаю, как при полном отсутствии какой-либо симпатии ко всем героям можно слушать о их родстве. Даже если это касается предыстории героев давно законченной Поттерианы. У меня иногда было такое ощущение, что я подслушиваю разговор какой-то бабы Дуни и Славочки. В Поттере диалоги и родственные связи были интересными, потому что были нормальные, увлекательные человеческие отношения, эмпатия и дух загадочного волшебного приключения. Здесь же, почему меня должно волновать, кто прадет какой-то там бабки, чей всё-таки сын ныти Криденс, какого мужика там жмакал Дамблдор и как появилась Нагайна. Вот блин, жить без этого не мог Роулинг. Это ж самое важное, что я хотел знать о перехлёсте с Поттерианой. Интересно, а почему фильм называется «Преступление Гриндевальда»? Это какие такие преступления он совершил? Он же просто сбежал с тюряги в начале фильма и немного потрепался в конце, позащищался чуть-чуть. Деппа всего в ленте минут на 15 максимум и никаких преступлений тут нет. Его антагонист – это более интеллигентное воплощение Воландеморта, а так повторение пройденного. Ну и последнее, что я вам хотел напомнить. Если говорить о той самой магии, атмосфере, которую лично я с трепетом ожидал в Поттериане, то здесь её нет вообще. Нет и близкое этого чувства волшебства. В Поттериане каждый такой момент был снят с душой, с таким акцентом, с таким вниманием, что когда герои доставали палочки, мановеяли ими, колдовали, то не только цель – действо, но и сама магия носила сакраментальный смысл. Такое, что я смотрел на происходящее с придыханием, и это не слова из разряда «Раньше трава была зеленее». Я и сейчас, пересматривая эти фильмы, испытываю те же чувства. Просто всё это испарилось из нового фильма. Колдовство – теперь обыденность, такая же, как вытирание жопы в грязном деревенском сортире. Настолько оно не цепляющее. Во многом нет этого чувства, потому что нет и волшебных интересных героев. Ньют мог бы быть интересным, но у него в этой части нет человеческого взаимодействия со спутниками, ему не дают возможности развернуться. В той же Поттериане было весело наблюдать за этим дружеским треугольником, за их перепалками в приключениях и просто житейскими дрязгами. Тут Джоан про все эти детали и человеческие прелести совсем забыло. Мне совершенно не хотелось кому-то сопереживать. Герои не вызывали никакой эмпатии. Вот и получается, что фильм ни о ком и ни о чём. Если посмотрели его или посмотрите, то сами ответьте себе, о чём это кино? О гех! Нет, это кино ни о чём. Оно нужно только в качестве филлера, чтобы подвести нас к следующей серии, а потом, судя по всему, к следующей. Что касается постановки, то снят фильм нормально. Сыпется он и теряет целостность из-за сценария. В любом случае, мне кажется, одной картинки и костюмов маловато, чтобы срываться в кино. По актёрской игре то же самое. Все стараются, в образы вписываются. Депп смотрится прекрасно, хоть без экспрессии и привычных ужимок. Джудлоу очень статно смотрится, как Дамблдор, но ему, зараза, не дают и шанса помахать палочкой. Ходит просто, как красивый манекен. Эдди Редмейн то же самое. Он прекрасно отыгрывает робкого человечного парня, но в основном развернуться и выдать драму просто негде. Давайте подведем итоги. Вот честное слово, максимально непредвзято. Герои скучные, за ними не то, чтобы даже неинтересно следить. Половину из них просто убирай, и на фильме это никак не отразится. Диалоги и твисты уровня сериала в 30-летней давности, сюжет повторяет события Поттера, идеи толерантности вдалбливаются бездарно, а ощущения волшебства нет вообще и близко. Что это было? Знаете, когда спустя час скучной болтовни в кадре внезапно появляется Хогвартс и играет оригинальный саундтрек Джона Уильямса, ты внезапно четко осознаешь, что реально смотришь на коммерческий бездушный фантик, который жадно паразитирует на ностальгии. Блин, вот реально полное разочарование. Очень плохое кино. Смотреть это я бы не советовал даже Патраманам, хотя они уже по-любому посмотрели. В любом случае, имейте в виду, не стоит. Если горит, и если вы смотрели первых тварей, то этих можете дома глянуть, пока там еду готовите или убираетесь. В остальных случаях даже не пытайтесь. Это не то, чтобы не уровень Патрианы, это вообще даже близко не уровень первых тварей. Ребят, на днях я еще выпустил ролик о том, как актеры Патрианы изменились с момента выхода философского камня. Гляньте, думаю, вам понравится такой ностальгический клевый обзорчик. Ну и до скорого. Пока. Пойти, что ли, пересмотреть еще раз философский камень, блин, а не это божество. Редактор субтитров А.Семкин